Привет, друзья! Сегодня я пригласил двух своих друзей, это Тельман Агашпаев и Илья Сапаров. В общем, сегодня подкаст без темы, просто поговорим, побалагурим и, надеюсь, будет полезно для вас. Круто, круто! Игорь, спасибо тебе большое за приглашение. Друзья, меня зовут Тельман, я нетворкер, предприниматель, у меня сеть массажных, чейер-массаж. Конечно же, себя, меня называют королем нетворкинга, я люблю знакомить людей и знакомиться с людьми, и это моя миссия в моей жизни. Давай, Ильясик. А тебе сколько лет? Мне 34. А тебе, Игорь? 45. У нас сегодня разношерстная компания. Меня зовут Ильяс, я сам с города Караганды, занимаюсь автомобильным бизнесом, у меня есть детейлинг, твердый бизнес в Караганде. И тут сейчас в Алма-Ате мы развиваем тоже тему и детейлинга, и доп. оборудования, тюнинга, продажи автомобилей. Короче, все, что связано с авто, это ко мне, и плюс качаю тоже личный бренд, как положено на четырех велосипедах. Десять рилса в день. Мы просто Игорю сказали, что надо три рилса в день пилить. Он сейчас десять пилит. Он всех блогеров перешагнул, всех-всех просто. Мы с Тельманом познакомились и с Ильясом на мастермайнде, и на самом деле с этого момента очень много процессов запустилось. Почему? Потому что Тельман мне прям взял телефон в нахалку, поменял этот логин, как он называется? Да-да, это описание. Поменял, короче, нейминг этого инстаграма. У меня был Мастер Тор Трисемерки, сейчас стал Игорь Ким Псай. Он говорит, что такое Мастер Тор, короче, докопался вообще. Как ютубер ты какой-то знаешь. Как в этом, в PlayStation, да? Да-да-да. Вот, и он мне поменял, потом что-то я за ребятами наблюдался, там миллиарды у всех, там какие-то рестораны, кафе. Потом, после этого знакомства Тельман вытащил меня в этот, куда, с Уральска началось, да? Да-да-да. В Уральск выдернул. В Уральск на вот этот слет парасат или чего там. Да-да-да. А на мастермайде, когда ты был, ты не разбирался? Ты был просто как наблюдатель? Я просто наблюдал, да. Просто как гость, да? Ты перевернулась даже. Да, я до этого работал просто стрессом, я не разбирал никогда бизнеса, ну особо так нет. Было неинтересно, что ли. Вот, и когда я наблюдал там внутри мастермайда, я понял, что психика, она выстраивает бизнес та же, что у тебя в голове. Да. Одинаково прям. И вот эти травмы, которые у человека есть, он точно та же построен бизнес. Но единственное, нужно было это, ну, наслоить, да, психологию на бизнес, когда натягиваешь, тогда понятно. И тогда можно, ну, какие-то комментарии можно такие вкручивать, которые там люди чуть-чуть подтряхивают. Ну а что больше всего тебе вот, что зацепило? Что люди открыты, ну, то есть для меня, например, мастермайнд, это когда мы все собираемся, и меня цепляет, что вот ты приходишь, людей никого не знаешь, и тебе каждый что-то дает, какие-то советы. Ты это, ну, уже от тебя зависит, принимаешь ты это или нет, но это все так максимально искренне, и чувствуется вот эта отдача. А тут главное, если ты сам, да, если сам ты принимаешь, то принимаешь. Кто-то злится, сидит. Если честно, я намного этот, как этот, не черствую, а как сказать. Короче, у меня ничего такого как бы не открылось там, вот то, что открытый, там, то, что ты говоришь. У меня включилась болезнь, называется фалометрия, да? То есть я начал себя сравнивать с другими, и я просто охерел, насколько я мелкий. И меня это начало потихоньку, ну, как бы… Давать мотивацию. Иметь, короче, изнутри. Ну, не мотивация, это прям иметь называется, мне кажется. Ковыряешься, да? И я начал себя… Это было незаметно, да, то есть эти полгода я наблюдал, смотрел, приходил там туда, туда. Единственное, мне не нравилось, знаете, что некоторых людей состояние, то есть люди в каких-то постоянных разрывах, каких-то кассовых, в стрессах, каких-то проблем непонятных, да, то есть я думал, я вот так примерял, думаю, надо, не надо, надо, не надо, да? И в какой-то момент я понял, что есть предприниматели, там, три или четыре, вот я посмотрел, их физико-эмоциональное состояние было, ну, как удовлетворительно хорошим. Ну, для твоего понимания, да? Да, и такие деньги, в принципе, можно, но вот некоторые себя разрывают, и такие деньги, мне кажется, ну, немножко, как они, не токсичные, ну, токсичные для тебя, наверное, для физики, для психики. Ну, не всегда же можно прийти к большим деньгам или, там, к деньгам, которым ты хочешь, я имею в виду, ровно и поэтапно. Бывают же вот эти и разрывы, и стрессы, и касса, что у тебя не бьется, и, ну, вот это психоэмоциональное состояние на пути бывает, может, это просто путь? Не знаю, я все равно верю, что бывают деньги, когда ты можешь гармонично развиваться без вот… В легкости? Ну, не сильно в легкости, но без сильных таких вот перепадов, вот. Потому что у людей перепады, я смотрю, вот оттуда прям вот, ну, вниз. Ну, почему эти перепады, как думаешь? Насколько мои, вот, не то чтобы исследования, а вот внутренние ощущения, мое такое, что это в моменты, когда ты взлетаешь, включается эйфория. Это есть у спортсменов, у бизнесменов, у всех, да? И в состоянии эйфории ты совершаешь огромное количество ошибок, сто процентов. Эйфория, она еще подкрепляется гордыней, да? И ты все, и ты поплыл, и вот в этот момент, когда поплыл, очень важно в пике остановиться. Потому что очень много бизнесменов приходит, когда упали. Никто не приходит на пике. Но на самом деле к психологу надо ходить на пике, когда все хорошо, чтобы он тебя чуть присадил. Тогда деньгами забирать не будут, и вот этих вот перепадов сильных не будет. Финансы. Круто, круто. Но я вижу это по-другому. Я вижу, вообще, у людей очень много испытаний, да? И если бы испытаний не было бы, блин, мне кажется, человек разрушился бы вообще. Ну, типа, я считаю, что эти испытания, они нужны для того, чтобы человек стал сильнее, либо стал умнее. Согласен. И вот эти мастер-майнды, они дают быстрое решение любой проблемы. Вот как-то так. И я вообще люблю мастер-майн. Я мастер-майн тоже люблю, но этот, я говорю, что со мной внутри происходит, да? То есть, какая внутренняя, какие внутренние процессы у меня? То есть, каждый уже цепляет по-разному. Да. И у каждого свой процесс. У меня включилась фалометрия, гордыня жесткая, да? Я в этом эге тихо-тихо талел, короче, полгода. Потом в оконцовке это привело к депрессии. У меня даже, если... Я тебе сейчас скажу, мы после Уральска, когда прилетели, я когда прилетел в Алмату, у меня реально псоряс вышел, прикинь. Ну, как бы здесь, на ногах у меня, короче, на теле. Я думаю, и дрить-голотить. Не вот это болячки? Я сначала подумал, что это, да, этот, как этот, корень. Короче, раз прикол, можно рассказать этот прикол? Короче, мы с Игорем остановились в одном номере, ну, отдельной, раздельной кровати. И там такая ситуация. Там, короче, парнишка, он мобилограф уральский. И он говорит, слушай, у меня там, чтобы ночевать, мне надо где-то километров 70 ехать домой. Но я завтра тогда не смогу вас снимать. Я говорю, да ладно, пойдем, у нас там есть диванчик, туда ложись, как бы, без проблем. Он ложится, утром просыпается. Как эта болезнь? Корень. Корень, короче. И он весь посыпался. Красный, прикинь, весь. Просыпается красный. О, прям, это утром еще произошло. У него при чьи-то там-там. И он такой говорит, я, кажется, заболел. Я говорю, в смысле ты заболел? Чем? Он говорит, корень. Мы вдвоем с ним сразу такие, еба. Я побежал сразу окно открывать. Скорая приехала, забрала его. И подтвердили корь? Подтвердили. Ну, я еще говорю, температура есть? Он говорит, нет. Я говорю, давайте, все, пойдем, короче, аллергия. Мы пошли на завтрак, и он такой, у меня температура. Я говорю, вызывай скорую. Вот теперь скорую. А у него корь, он потом написал. А как он знает, что это корь? Ну, как он знал заранее? Сейчас же описание везде есть. А, он прочитал и все, и сразу понял, да? Это вот к антиваксерам вопрос, потому что я потом уже загуглил, я виду не показывал, сам сижу, гуглю. А он жене еще звонит. Представляешь, жене звонит. У меня жена врач, потому что, кому звонить. И я, короче, гуглю там, что такое корь. И там, говорит, 10 из 10 контактов, короче, заражаются. Если они не привиты. Я, ой, ладно. Потом я жене, короче, жена говорит, не бойся, все нормально. Потом в оконцовке приехал, маме звоню, маму, я вот у меня контакт был, она говорит, ты же, ты же болел, что ты переживаешь? Я говорю, а, да, ладно, тогда все. И меня прям отпустило. Но сначала я, да, подумал, что у меня, потому что раздражение вот здесь красное вышло. А вот недорассказал ты, вот и псориаз, и что потом? Псориаз, короче, психосоматика псориаза, это внутренняя ненависть к себе. Это тогда, когда ты себя подавляешь сильно, ну, чмыришь, что ты какой-то не такой. И вот это, вообще кожные высыпания все такие, психосоматика. И оно вылезло, и я думаю, что делать? Я же понимаю, это годами у людей не проходит. А это у меня уже второй раз я себя так сожрал. Первый раз я себя съел, когда вот январьские события были, что у меня оружия дома нету. А второй раз я себя вот в этот раз съел, и я потом, у меня учитель приехал в Алмату, я ей звоню, мы так случайно получилось, что мы встретились. И она такая, ой, Игорь, что-то это, и она с меня вот это все, с меня прям говно вот это, знаешь, эмоционально выходило, что я вот прям, вот сильная, короче, зависть включилась вот ко всем ребятам. Коим именно? Да, ко всем, блин. Это у всех же там ярды куда-то там, что-то, а я там сижу со своими там что-то этот, и меня это сильно цепануло, оказывается. То есть при этом я себя уже сдерживал и не отслеживал. И в какой-то момент она вот, ну, вот в короткий период, вот просто после рачи. То есть не сразу, а, прошло время даже, да? Да, мы в августе же познакомились, получается. И это вот недавно было. И вспомнили, как я влияю на него. И вот это вышло, короче, и отпустил, и все, и псориаз, утром проснулся, нету, все. То есть у кого псориаз, это четкая внутренняя энергия в себе, это тогда, когда человек себя сожрал прям. То есть у меня же энергии тоже достаточно, я могу и наружу давать, и себя есть, видишь? И когда вот себя быстро включается. Я многих ребят знаю, у кого псориаз. Вот, и у бизнесменов часто. Но у тебя такого нету, когда ты вот на мастер-мейнде не отслеживаешь за собой, что какая-то зависть или может быть? Мне наоборот хочется больше, короче. Не, мне тоже хочется больше, но ты себя не ждешь, почему у меня такого нету? Есть, есть тоже чуть-чуть, есть такое. Ну, типа, это знаешь, я же понимаю, что я просто вижу, это не просто у меня зависть, а вот я вижу, допустим, этот человек что сделал, и когда он начал работать. Вот, допустим, чтобы он заработал вот эти деньги, он же временно промежут. Хэнман, это от ума, а внутри что? А внутри есть такое, типа, когда вот у меня есть ребята, которые сейчас там, их компания там стоит 5 миллионов долларов, там 10 миллионов, я такой думаю, блин, что-то не то я делаю, не то я делаю. А у тебя есть? Ну, у меня было на определенных кейсах, но там же есть и кейсы, когда ты смотришь на ребят, у них крутые обороты, да, там больше денег. Он же интересный психолог, он же видит, что ты врешь. Но я отслеживал за собой, ну, то есть были такие моменты. Что было? Ну, типа, тоже, почему там ему, ну, видишь, у меня какое преимущество есть, я сразу себе говорю, мне 26 лет, да, или в 23 я попал. У тебя буфер времени еще есть? Нет, я, например, на Мастер Майнд на первый попал в 23 года в Астане, и там ребята были ярники уже. А ты привык, типа? И я тогда себя чувствовал, думаю, ну, в целом-то у меня еще время есть, но оказывается на время, и потом, когда зашел Жан Бол, кофе, и я думаю, ну, все. Ты знаешь Жан Бол? 22, да, ему 23? Да, 23. И я думаю, мое время, тогда ему было 20, мне было 23, а ему тогда было 20. И я думаю, ну, тогда, наверное, временной промежуток, возраст, ну, то есть это не показатель. А он в каких категориях цифр двигается? Ой, у него там больше 60-70 франшиз по Казахстану кофеин, кофейных аппаратов. Не-не, он тигр вообще там. Хороший оборот у него. Люди, вы сколько кофе пьете, а? Глобал кофе. Жан кофе. И у всех там просто нереальные какие-то обороты, прибыли. Этот Аян наш. Да, Дринкит. Да, Дринкит. Аян. Кошмар. Я никогда не думал, что в кофе столько бабла. Да, конечно. Продукт такой, который бьют каждый день. Хотя при этом я чаем занимался. Я знаю, что в чае очень много денег. Но я никогда не думал, что кофе когда-то эту нишу заберет. А ты как пришел вообще к телесной психологии? Какой путь вообще? Вкратце. Короче, у меня до 33 лет ничего не получалось. То есть я всегда работал в найме и на себя никогда не работал. В 33 у меня была жесткая депрессия. Начал искать. Там же духовный рост. Там туда-сюда начинается. Я начал искать пути выхода из этого стресса. И попал к своему учителю на тренинг. И я когда увидел, когда там она вот так стоит и люди там орут просто вот так, крутятся там непонятно, их выворачивают. Я думаю, у меня вообще мысль тогда была, знаешь, если бы я так мог, я бы стал миллионером. Тогда еще я увидел конкретно, что если так мочит, то можно хайпануть на этом очень жестко, да? Ты же и так хайпуешь сейчас. Это было примерно 10 лет назад. Это было 13 лет. Йо-моё. Я вот туда, я к ней пошел на тренинг, у меня денег копейки не было, да? Тренинг там тысячу долларов по тем временам стоил. И я, и у меня там было, я еще жену притащил, у меня было там 50 тысяч, я 50 тысяч не гидал. Или не 50. Ну, короче, я дал какую-то там 20-ю часть. И мы когда вышли, жена говорит, а мы их кинем, да? Ну, вообще денег нет. Я говорю, нет, мы там найдем. И у меня через месяц, я устраиваюсь на работу, прикинь, на зарплату в 3,5 тысячи долларов. И все, и, короче, тренинг заплатил, все это. И оттуда пошло, я за ней, я вот прикрепился, и 3 года я ходил за ней, не отходил. И она обучала меня прямо на практике. Это где было, в Казахстане? Это в Алма-Ате было, да. Она прилетала из Москвы. А она сейчас где? Она в Москве. Она прилетала из Москвы, и я за ней вот просто ходил. И она говорит, она работала, я сидел, наблюдал. И она говорит, это вот так, это отсюда, это оттуда. И вот так, да. А потом я сам встал, потому что у меня эго, я говорю, вот то, что мы начали, у меня гордыня очень сильная. И я каждый раз, когда с кем-то работал, если она рядом, до сих пор я думаю, что она скажет, как подумает. У меня это капец. Ее мнение важно. Да, я стал отходить, чтобы не было шума вот этого фона. С эгой я ничего не мог делать, и поэтому я стал, я вот так отделился. А с ней связь поддерживаешь? Постоянно. Постоянно. В хороших отношениях остались, да? А бывает у тебя такое, Игорь, допустим, кто-то купил там, допустим, пускай, ладно, будет новый Прадо, и ты купил новый Прадо, Роликсы, Роликсы. У меня было, да, и сейчас есть, наверное, такое. До сих пор, да? Ну, единственное... Сейчас Ильяс если возьмет, Бэху, ты возьмешь Бэху? Нет, мне не нравится Бэху. Мне не нравится Бэху, потому что, видишь, я какие-то покупки делаю, знаешь, как, мне важно, чтобы она потом продавалась нормально. Не для эмоций, да? Нет, да. Если я покупаю, и оно потом, ну, как бы горит, и типа, нет. Ну, для меня Бэху вот так, ты ее купил, и она сгорает каждый день, как будто деньги. Игорь не кореец, он еврей. Да, да, да. Вот, поэтому, ну, я готов на крупные покупки, но чтобы они сохраняли стоимость, ну, более-менее. Как инвестиции. Ну, не инвестиции, но хотя бы, чтобы не сильно большой минус, да, то есть вряд ли ты прям больше заработаешь на этом. Ну, у него Прадо, поэтому Лангкрузер. И Прадо Лангкрузер, он всегда... Он всегда продается, всегда плюс-минус стажится. Время идет, сейчас уже все меняется. Сейчас уже и Прадо. Если, конечно, ты его купил 10 лет назад, тогда да. А в целом, сейчас то, что покупаешь, Тойота, Лексус, я вообще рынок просил очень сильно. Ну, машина шарит просто. Я, видишь, я... Ну, машины, это понятно. Ну, новые возьму. Вот. Вот, видел, как мы шли. Эго, эго, эго. Я жду 24-го года вот этот новый Прадо. Мы поедем на презентацию в Дубай. Новый Прадо? Да. Поедем привезти их. Мы тебе привезем, что ехать. Давай, давай. А он может попасть туда тоже? Да. Давай, позови. Время только скажи, когда я... Иди лучше съезди, посмотри. Потому что мне дико нравится вот этот новый дизайн. Да, новый красивый. Мужицкий такой, брутальный. Да. Я еще когда покупал, я говорю, сейчас же новый выйдет. Зачем новый? А мне новый она. В 20-м году я брал, когда вот, помнишь, когда чипов не было, что-то там еще. Я пришел, я говорю, давайте я куплю, взять предоплату. И он, вам повезло там. Что мне повезло? Я уехал, потом приехал, деньги уже отдал, машину выгоняем. И мне, я вот выехал, и мне сверху еще 2 миллиона дают. Дай. Что случилось вообще? 2 миллиона? Сверху, короче. Потому что не было машин тогда. Да, да, тогда не было машин. Я думаю, что случилось? А я, оказывается, кто-то заказал, у него денег не оказалось, и я перекупил. Пришел вовремя. А машин нету, ни в наличии, нигде не было. А, да, 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 кстати, было это время, да, 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 да. Сейчас вариантов рассрочек, покупки. Сейчас всего там растянули, да. Сейчас можно там, я не знаю, миллион привезти, короче. И 10 лет рассрочку. Да, да, и выехать на машине. Давайте, чтобы разговор немножко веселее был. Игорь у нас телесный психолог. Ты мне когда сегодня написал, что, типа, к Игорю пойдем, я думаю, сейчас придем. Я тебе сразу же позвонил, говорю, Тельман, только скажи ему, чтобы вот это он не жал мне. Сюда, сюда, а то мы сейчас будем плакать, кричать, крутиться. Я вообще люблю Игоря, короче, этот, всегда, если мы где-то с кем-то знакомимся, я Игорю сразу говорю, Игорь, скажи, что у него? Вот что у него? Вот он краснеет каждые 5 секунд, Игорь. Краснеет всегда, кстати, и даже никогда мне... Не уверены, да, в себе? Я шучу, я накидываю. Не строполит, ты чего на Торию сразу сбоку? Я шучу, он самый уверенный парень. Нет, так не скажу я. Надо раздеваться? Нет. Мистер Сол, да, как вы, что-то? Он такой, да, ладно. Не-не-не, так нельзя. Вот, поэтому этот... Так, не знаю, я сейчас так не могу сказать. Не, а вот так вот, если посмотреть на него, вот, как на человека... Ну, мне кажется, вот, я сейчас на людей на всех... Это тема очень интересная тема. Да, я сейчас на всех людей смотрю, знаешь, отслеживаю в себе вот эти первые 5-10 секунд, когда ты на человека посмотрел, и что ты почувствовал, да, интуитивно. Твой человек, подходит он тебе или не подходит, хочется с ним работать или нет. Потому что я определенное время, вот, там, полмесяца назад проводил много собеседований. В день по 2-3 человека у меня приходило. И вот если первые 5-10 секунд человек меня как-то, ну, не расположил, не то что к себе, а вообще просто вот душевно даже, то я с ним сразу же не работаю. Ты как считаешь, это вообще... Это неправильно. Правильно или нет? Вообще нужно на это смотреть и на резюме. И на кредитную историю обязательно, как выяснилось. В Каспи, да. Да, в Каспи обязательно кредитную историю. Потому что много говорит о человеке, сколько он там кредитов берет этот, но... Кстати, очень много тоже. Много говорят люди. Я уже не верю, когда много говорят. Поэтому то, что вообще наша интуиция говорит, да, первые 3-4 секунды ты точно знаешь, что перед тобой стоит. Потом включается ум и начинается рост, вес, национальность, статус, деньги там, начинаем оценивать. Почему многие, когда хотят угадать, богатый человек или нет, все ошибаются. На самом деле у меня кейс такой был, знаешь, я ошибся, ну, то есть, я, ну, как бы... Я же говорю, у меня гордыни очень много. Я постоянно с этим работаю, уже устал от этого. Но это перманентное состояние мое. И ко мне приходит женщина такая, знаете, вот... Футболка такая белая. И вот она бывает, когда старая, серая, и сверху пятна масла, как будто она бурсаки жарила, накапала, или рыбу там чего-то. И она привела пять детей своих, она говорит, посмотри, пожалуйста, я с ними работаю. Потом она говорит, меня посмотри, короче. Я вот думаю, ну, как бы... Пять человек, там... Я на ее футболку смотрю, думаю, чем ты будешь платить, там, ну... Я думаю, ладно, денег нету, ну, и пусть садака будет, короче. И потихоньку поработал, ее посмотрел. Короче, она такая... Вы знаете, этот, сейчас денег с собой нету. Я думаю, началось, короче. Ну, садака уже договорился с собой. Я говорю, все, короче, ладно. Принесла. Да, да, я говорю, ну, как бы, ладно, все. Она говорит, я сейчас привезу. Я говорю, да-да-да, все, идите. Не привезешь ты. Я думаю, сам думаю, не привезу. Она говорит, во сколько заканчивается день у вас? Я говорю, да, в семь часов я выхожу. И я про нее забыл. Вот весь день прошел, я выхожу, и сидит какая-то, знаешь, статусная, капец, женщина. Она говорит, я вас жду. Я говорю, а что вы хотели? Я говорю, ну, я же вам денег должна. Я говорю, в смысле вы денег должны? Я вас первый раз... Она говорит, я вот утром была с детьми. Я ее вообще не узнал. Она уже накрашенная, там, знаешь, все этот... Я говорю, а, ну, хорошо, и она деньги отдает. Вы где живете? Я ей сказал, в Астане была. Она говорит, ну, пойдемте. И мы вот так выходим, новый Lexus в целлофане вообще. Она говорит, а, мы вчера вот там купили. Я сажусь на целлофановое кресло, она меня отвезла домой. И какое ощущение? И тогда я понял, что я не разбираюсь в людях вообще. То есть я после этого вообще никак не оцениваю людей. Ну, по одежде уже точно. Непонятно эти. Роликсы, Луи Витон. Никогда он может в роликсах Луи Витоне стоять, и денег нет. А может стоять вообще вот как-то... Тоже пришел там этот мужик. У него вот непонятно. Вот смотришь, вот, ну, вот... Такой как этот... Колхозник такой. И по тем временам еще он такой на сессию прошел. Я думаю, блин. И он такой, что это за квартира? Вот так вот. Я думаю, что ты докопался? Он вытаскивает с задних карманов, два верту вот так ложит. Давай, что там мне это делай. Потом, что ты здесь что-ли принимаешь? Вот так он разговорил. Я думаю, какая разница, тебе сделали, иди уже домой. Думаю, взял еще свою поддельную верту, тут выпендриваешься. И он такой визитку оставляет, у меня в гостинице останавливается, ладно, и ушел. Я потом забиваю в Google там гостиницу, у него там три здания, короче, в Астане, его, блин, прикинь, полностью. Я думаю, ты что, мужик? И вот таких случаев, когда я ошибался, очень много. После этого я стараюсь, вот, как бы человек ни выглядел, что бы он ни говорил, я всегда вежливо, ну, стараюсь максимально вежливо. Не знаю, у меня вообще по-другому. Я не смотрю на это все. Вот реально, ну, я не хочу здесь казаться, там, таким хорошеньким, да, ну, реально. Мы все знаем про тебя все. Просто реально со всеми общаюсь, и неважно, там, на лекции сегодня, не на лекции. Ну, как-то, и ты знаешь, когда ты просто вот одинаково общаешься, вот, одинаково со всеми, и ты даже не будешь потом думать о нем. Ой, он там на этом, он там на том, или он у него без него, этого, этого. Ну, то есть, самое главное, это, наверное, важно, что, как человек себя реально презентует, не просто свою компанию. Большинство предпринимателей, я сейчас вот в другую тему, да, сразу. Большинство предпринимателей, они начинают не себя презентовать, а именно свой бизнес. Типа, меня зовут там Игорь, у меня там завод. И начинают о заводе говорить. Я им говорю, слушай, подожди, давай не будешь о заводе говорить. Расскажи про себя, как о человеке, какой ты, откуда ты, да, с Караганды ты, там, боксер ты, там, с Майкудукой. Вот это очень важно, понимаешь, потому что, когда мы знакомимся даже в нетворкинге, очень важно рассказать про себя. И рассказать даже свои детские достижения. И тогда ты уже ищешь с каждым человеком точки соприкосновения. Вот как-то так. И я, честно, как бы ни было, я одинаково отношусь. Ты когда это стерлось у тебя, скажи, или этого не было? Это, на самом деле, это было. У меня было, что я на людей смотрел, там, вау, вот так вот все, побегу, пробегу. Но у меня, знаете, наверное, мне случилось этим летом, прям вообще очень мощно, Михаила Дашкиева я познакомил через Дулата нашего друга, Дулат Бижанов, с Маргуланом Сисимбаевым. И они все толпой, нашими ребятами, все они на Бали поехали на мастер-майн. И они на другом острове, мы на другом. А у меня распирали. Хотя просто мы даже на мастер-майн не собирались. Мы приехали с супругой отдохнуть. Представляешь, отдохнуть. А мне два дня покоя не дает. Типа, меня, я должен туда поехать, и меня должны все по головке погладить, что я их познакомил. Эго, эго, вот как ты говоришь, я должен там себя вот так. Вот так вот перед всеми просто показать. И знаешь, мы сели на мопед, и мы с одного острова до другого там полтора часа ехать. На мопеде, это пипец, ну, долго. Ну, и тяжело это мопед везти. И тяжело. И мы по мосту, я лечу. А у меня супруга, она, знаешь, я даже вот с этим эго, я даже не подумал о ней. А она говорит, мы же отдыхать переехали. Да, нет, она даже это не говорит, потому что она, типа, не боялся, а вот как-то неудобно ей было говорить, обидеть, там, еще что-то. Она села, ей страшно. Прям реально страшно, потому что машина, движение, вот это все. И мы летим, летим, на какой-то там вот на 30-й минуте, наверное, я помню, длинучий мост, там, он где-то километров 30, наверное, если я не ошибаюсь, представляешь? И я прям вот останавливаю мопед, обнимаю ее, и мы садимся, разворачиваемся и встречаем закат. Ты прям романтик убил. Нет, это даже не романтика, это дело в том, я всегда ставил таких людей выше, выше себя. Типа, если это кто-то там, ай, я к нему побегаю, как ваши дела? То есть мне не важно, мне не важно было, как, кто я, короче, мне важно было, что они скажут. В тот момент ты это убил? Я убил это. Я, блин, ты что, понимал? Я обратно ехал, я, наверное, ехал каким-то прям вот чемпионом просто. Есть такое? Ну, этот навык, наверное, нарабатывается, когда ты общаешься с теми людьми, с которыми очень хотел общаться. Да, да, да. Потому что у меня, например, так было. Я когда в Алмату приехал, я в Караганде сидя смотрел на всех. На Талгата, на Зайра, и на многих этих людей я смотрел просто, ну, знаешь, там, каждую сториз даже назад и слушал, что они говорят. А когда я с ними уже познакомился тут и понял, что они, оказывается, простые все люди, все живые, и у меня это вообще ушло. И я сейчас для себя еще принял такое решение, что, ну, уже давно, что с каждым человеком, неважно, кто это, это может быть, ну, из сотрудников у нас большая компания. То есть я совет слушаю от каждого. Потому что там человек, который работает на мойке, да, у нас, он может мне посоветовать что-то, ну, то есть в процессе разговора, да, он мне может что-то сказать, я такой для себя, хоп, зафиксировал. А, там не дотирают полики, да, например, там порванные полики. Значит, мы можем там повесить к себе в магазин там коврики, да, к примеру. И вот по такому принципу у меня очень хорошо пошло, проще стало. Ты уже тогда, наверное, да, когда на них смотрел, на самом деле очень сильно работает запрос. Запрос – это когда ты смотришь, кто тебе нравится, и вся вселенная, вот, Всевышняя делает так, что ты с этими людьми по-любому познакомишься. Это, ну, я всегда вот в нетворкинге говорю, ребята, ставьте запрос не на машины, не на квартиры, ставьте запрос на людей. Вот, допустим, я познакомлю с Зауром или Талгатом и Каем, буду с ними работать, и заработаю столько-столько денег, и куплю на эти деньги машину-квартиру. Вот, типа, вот что очень важно именно через людей. Все равно возможности приходят через людей. Конечно, от Вселенной, от Всевышнего, это от Всевышнего точно, но через людей. И поэтому он поставил запрос в Инстаграме, что вот эти люди ему нравятся. И Всевышний сделал так, что вот он с ними познакомился. Сейчас он партнер с ними, да? Круто? Да, очень круто. И поэтому очень, я всегда так делаю. Кстати, я подписываюсь на тех людей, кто мне реально нравится. Как человек, как, допустим, эксперт, да? И я всегда там смотрю на них и говорю, вот, будет время, по-любому, ну, познакомимся. И реально мы где-то там встречаемся, меня с ним знакомят. Вот даже недавно я хотел познакомиться, вот, Гульбану Майгарину, да, вот, Ланжоу. Вот мы вчера-посчера были на Ауза Шар, на Ифтаре, прям классно познакомились, номерами обменялись. И это очень сильно работает. Поэтому нетворки – очень важный запрос. Как всегда продает свой нетворкинг. Да он этим болеет. Всегда. Я болею, я люблю нетворкинг. Нетворкинг у него. Поэтому, друзья, развивайте нетворкинг. Приходите ко мне на мастер-класс. Нет, нет, я мастер-класс ничего не делал, делаю тренинги, двухдневные тренинги. Двадцать четвертого, двадцать пятого марта. Ну, продавай. Да, да, да. Просто у Игоря аудитория хорошая. Как-то Игорь в прямом эфире сказал, как подписывайтесь на Тельман. Я не понял, мне там даже от топовых блогеров не так приходило людей. От Игоря пришло прям сто, сто. И все женщины. У меня женская аудитория процентов девяносто точно. Потому что у меня все боли, они такие больше женские. И хайпуют моменты тоже женские больше. Разводы. А я ему потом пару дней еще писал подряд. Типа, давай я прямой эфир зайду. Не пустил меня. На тебя в ногу-то перешел бы. Нет, я легко этот. Легко. Давай тему разгоним какую-нибудь классную. Классную тему. Такая если полубизнесовая тема между психологией и этот, это пробитие финансового потолка. Да, вот этот стеклянный потолок. Давай, да, вот классная тема. Нормальная? Очень классная. Я этим тоже уже исследую сам, как бы внутри, да, и на людей смотрю. Очень многие могут зарабатывать x2, x3 и не зарабатывать. То есть я за собой сейчас наблюдаю уже на протяжении трех лет. Я точно могу зарабатывать в 3-4 раза больше, но я ничего не делал для этого. Вообще я просто зафиксировался и вот легкий, как бы лежал. Но тебе не хотелось? Я выгорел, если честно. Я вот выгорел, потом полежал, потом попал в мастер-майнд, у меня эго взлетело. Сейчас я хочу, теперь я хочу. Я понял, что я хочу, что я хочу улучшить материальное положение, еще что-то, но это уже больше такое, знаешь, как этот... Игрушки? Страза на унитаз, я не знаю, что это. Ну, такое, это уже игра больше, да. Это вряд ли, если я раньше зарабатывал из страха нищеты, то сейчас уже такое, как будто играться начинаешь. Ну, охота поиграть. То есть мы там подкаст сняли, там 10 рилсов в день сделали, ну вот, и смотришь, как влияет. Ну, это твой процесс, который ты... Это мой процесс, да. Это твой процесс, который... Но я его пробивал, и говорю, мне мастер-майнд помог вот, то есть насмотренностью, сколько у людей, вот эта проработка эго, то, что там всколыхнуло. Но я и за людьми наблюдал. Есть такая штука, что люди вот, они находятся в своей зоне комфорта, и что бы они ни делали, у них больше не получается зарабатывать. Они напрягаются, создают суету, у них может быть 100 филиалов, а денег так же. Замечали, да, на разборах? У меня так было. Вот у них 10 магазинов, они зарабатывают 1000 долларов, 30 магазинов – 1000 долларов, то есть больше они не могут зарабатывать. Да, да, есть такие, я много таких ребят знаю. Вот ты в чем считаешь, что это проблема? Это психологическая проблема, недоста... Ну, то есть там есть момент... Ну, я считаю, что это не психологическая проблема. Там момент недостоин, там момент страха денег, и там момент боюсь потратить. Да? То есть если ты обкэшишься, то что потом ты будешь делать? Там, тагил, там, девочки, что там будет? Он сейчас себе бэху купил, у него, кажется, будет нормально все. А, теперь уже есть куда тратить, да? Нет, вот у меня тратить всегда есть куда. Ну, я так считаю, например, это мое конкретное убеждение. Но, например, у меня был, да, там, магазин в Астане, в Караганде, 3. Тут я еще что-то продавал, там, движника, суеты, но денег не было. Их сейчас по факту вот так, чтобы взять и пощупать, нету. И я не считаю, что это какая-то психологическая... Ну, вот прям как есть. Можно угодно считать. Да, я считаю, что это не психологическая. Заскнись в карманы, вот так вытащи деньги. Если нет, то это психологическая проблема. Я считаю, что я просто неправильно считаю цифры. Слышал? Еще раз скажи ему. Еще раз. Я слышал, слышал. Что бы ты ни думал, вот так достань, вытащи, сколько у тебя кэша. Если кэша нет, то это психологическая проблема. Тем более у тебя. Если бы ты ничего не делал, и у тебя не было бы. Это одно. Но когда вокруг тебя столько денег, и причем это вертится в твоей компании, и у тебя кэша нет, это проблема. Психологическое. А если ты тупой? Нет, это не достоин денег. Подтверждаю. Если ты, например, не умеешь считать, вдруг ты структуру неправильно ведешь. А если ты по бизнесу? Если бы ты не умел считать, ты бы это все не замутил бы никогда. Ты бы попал в кассовый разрыв и не вылазил бы оттуда никогда. А ты идешь на грани. Теперь Игорь начал продавать. Держать компанию в состоянии нуля сложнее, чем вывести ее в прибыль. Да, потому что этот момент, он нестабильный очень сильно. И ты там как бы это, да. И поэтому, когда ты держишь состояние нуля, чтобы не зарабатывать, это психологическая проблема, потому что у тебя страх денег внутри. Понимаешь? Потому что если бы не было страха денег, ты бы их обкэшил себе. У тебя был бы кэш на руках. Я поэтому, когда на мастер-майдах смотрел, я многих не понимал, зачем вот эту всю суету создавать, если денег все равно так же. Ну, смысл? Ну, не всегда же все ради денег. Ну, понятно, деньги это приятное. Деньги? Сто процентов, да. Но бывает же сама идея, сам процесс. Ты получаешь, ну, я вот по себе, да, например. Я знаю, что, например, ну, я сейчас определенную сумму зарабатываю, хочется больше. Хочется больше не X1, ну, не X2, не X5. Хочется гораздо больше. Но не сейчас. Я хочу, я сейчас это сделал полномерно, то есть я себе поставил точки, сколько я хочу зарабатывать, и что мне нужно для этого сделать. И я не все-таки не считаю, что это какая-то психологическая проблема. Ну, ладно. Это, знаешь, этот монопольк, или как вот этот кэшфлоу, вот эта игра, Роберт Киосаки, и там парень, играем, парень говорит этот, купи завод на следующий год. Ты когда хочешь разбогатеть? Тоже через пять лет? Ну, прям разбогатеть? Нет, ты говоришь, я хочу денег, но не сейчас, когда ты тогда их хочешь? Нет, я хочу сейчас, я их получаю сейчас. Хочу больше. А ты же говоришь, нет денег? Нет, ну нет денег, которых я бы хотел. То есть я бы хотел, чтобы у меня там, да, кэшем лежало там, ну, хотя бы полмиллиона долларов. У вас нету, смотри, а какая у тебя подушка, если тогда уже так, финансово сейчас? Что прям кэшем лежало? Кэшем, я не знаю, хоть чем. Просто если прям деньгами, тысяч 10 долларов. Вот, это емкость твоя. Понимаешь, ты, смотри, еще раз. Все в бизнесе. Да, да, все вы так говорите. Все в бизнесе. Все в инвестировании. Да, да, да. Только вытащил, я после коронавируса, я так не делаю. Вот, короче, у меня такая тема. Я всегда все в бизнес, бизнес, бизнес. Потом, когда коронавирус, все закрыли, у меня там осталось где-то, ну, 200-300 тысяч тенге. Представляешь? Я все в бизнес до такой степени, я такой понял, что я сейчас полный жопе, короче. Еще косты у тебя там по аренде, да? Йо, это было вообще жесть просто. И потом я просто взял, у меня там взял 100 тысяч тенге, газели арбузы заказал и продал за месяц там, за 19 дней мы продали 7 газели арбузов. Это тогда ты с блогером? Да, да, да. 7 газели арбузов. Твои арбузы золотые. 7 газели арбузов и мы заработали миллион девятьсот, что-нибудь. Что такое? Кайф вообще. Ты вообще расскажи про эти арбузы, я понимаю, ты везде рассказываешь, но это, да, да, я не слышал никогда. Крутая вообще штука, потому что я когда услышал, думаю, это насколько надо быть отбитым, отмороженным, ты меня извини, пожалуйста, но потому что это нужно сколько шелухи себя снять, чтобы вот так сделать. Рассказывай. Окей, давай расскажу. Мы снимали квартиру однокомнатную, у меня тогда одна дочка была, и мы, у нас было, вот я помню, одна фармкомпания, у нас купила массажи, и мы оттуда вытащили деньги, и можно сказать, то эти деньги наши, можно сказать, это не наши, потому что мы их еще не отработали. Да, 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 да. И мы оттуда вытащили какую-то сумму, и мы на эти деньги жили. Нас закрыли на 24 дня. В одной комнате. Я вообще там, что вы понимали, я гипертим, нетворкер, я вообще чуть с ума не сошел. В окно вылазил? Нет, я выходил, спускался там, нас как раз, ну там, полицейский охранял в своей машине, там, с утками ночевал. Я выходил к нему, с ним общались, я его всех родственников узнал, кто он, что он. Ну, короче, после этого я звонил друзьям, говорю, займите мне денег. Никто, короче, мне не занимал денег. Мы просто вышли из дома, 24 дня мы сели в машину и поехали на машине в Уральск. Приезжаем в Уральск, потому что мы 24 дня, везде все красная зона, там это, а нам надо было выбраться, это мне нужно было. Я выехал, все, что вы понимали, за полторы сутки я доехал до Уральска. 3000 километров. У меня дочка двухлетняя, 2 годика и... 220? И супруга. Ну, это жесть, короче. И мы приезжаем, в Уральске вообще нет коронавируса. Ну, типа, есть коронавирус, там люди умирают, но все плавают, кушают, короче. Там на Западе не было, но я тоже в октаву был пустын. Я был в шоке вообще, я был очень в шоке. Все, мы там погостили, едем обратно, и в Казаларде у меня ломается машина. Этот, как его, ГРМ. Рвется ремень, рвется ремень. Я не знаю, что делать, короче, семью сажаю на самолет, они летят в Алмату. У меня уже денег нет. Что вы понимали, в Казаларде на месте там СТОшник говорит, сперва, говорит, 100 тысяч, потом, говорит, нет, Я только... Текло по наносу. Да, не, ребят, говорю. Перебирать надо. Я говорю, не, ладно, ребят. И, короче, беру, подхожу, там как раз КамАЗы стояли, и там один КамАЗ стоит, пустой. А он только разгрузился, арбузы разгрузил. Я к нему подхожу и говорю, то ли он разгрузил, но он пустой был, но он арбузы возил, короче. Я к нему подхожу, говорю, давай к тебе в КамАЗ, короче, загоним тачку. До Чемкенту, короче, 20 тысяч. Он говорит, я как раз, говорит, пустой сейчас туда еду, загоняй. И мы, представляете, там вот такая... Затолкали. Да, затолкали, колесо спустили, четыре колеса спустили, чуть-чуть там привязали, что можно, то сделали, короче, и я сажусь к нему, и мы едем до Чемкента. Что за тачка? Ниссан Альмера. Теперь мы ее выгружаем, меня встречает вот мой друг есть, Хаким, он узбек, пенсионализм, вот такой парень, и он, короче, едем в поселок, в Чемкенте есть, Манкент. Это вообще не в Чемкенте, Манкенте, короче, да. Едем туда, чтобы вы понимали, 11-классники, ну, в 11-м классе, в 10-м классе, пацаны молодые, они говорят, да, сейчас за 60 тысяч тенге все сделаем. Я такой, как за 60 тысяч тенге? Он говорит, да, сейчас сделаем. И вы реально, представляете, они за два дня разобрали, собрали, я все купил им, запчасти там, все этот, и я выезжаю, и мне этот друг мой, Хаким, у него газель еще есть, и он мне говорит, вот возьми домой там детям, 5-6 арбузов мне вот так дает, мы приезжаем домой, едим арбузы, и супруг говорит, блин, ты же в детстве, арбузы продавал? Я говорю, да, я говорю, продавал. Звоню Хакиму, говорю, сколько стоит, чтобы, а вы что понимали, во время коронавируса, с полей арбузы не все могли купить, потому что не пускали машины, только россияне покупали и закупали просто все, ну что, ну типа вот так, прям все поле, короче. Да. И здесь я говорю, что, по чем? Он говорит, по 9 тенге. Я говорю, по 9 тенге? Он говорит, все, говорю, мы берем. И я ему отправляю 100 тысяч тенге, он мне привозит через два дня, а через сутки он мне привозит 3,5 тонны арбуза. Газели. Газели. Я звоню, я же нетворкер, звоню всем, база всей моей чейр-массажи, всем пишу, говорю, ребят, я теперь перестраиваюсь, буду арбузы прям до дома возить. Они говорят, да, давай привози, без проблем. Вот Алишер Ильбаев меня поддержал, он сразу там 30 арбузов взял, Руслан Берденов, там все, все начали арбузы брать, я начал всем возить арбузы. Потом в какой-то момент уже красная зона, ездить нельзя. Я звоню как раз вот этот Санджар Рулит, Яндекс, ребятам, они как раз там работали, я говорю, оформите мою машину как в такси. Они говорят, без проблем. Они оформляют мою машину как в такси, я начинаю, арбузы прям, чтобы вы понимали, я на Ниссан Альмера вмещал 50 арбузов. И вот так у меня машина, вот так вот, и мы, я развозил по всем домам, и был такой прикол, захожу, у меня супруга прям плачет, типа, блин, почему мы арбузы, мы столько в бизнес там вкладывали, а здесь мы арбузы. И мы как раз в этот ЖК, где сейчас мы живем, она говорит, блин, а мы, что вы понимали, мы вот так арбузы приносим, а там люди вот так, знаешь, в трусах, там мы спокойно, так, ой, у них там все так классно, вкусной едой пахнет, ну типа, все у них ништяк. А мы арбузы ходим развозим. А мы арбузы в красной зоне развозим с женой, представляете, это было жесть просто. Супруга плачет, почему у нас жизнь вот так вот, типа. И здесь какой-то момент, и чтобы вы понимали, потом уже время проходит, мы в этом доме живем сейчас, ну типа, где она плакала, представляешь. И здесь хочу рассказать, я писал всем, короче, меня Алишер Еликбаев меня поддержал очень хорошо, прям очень отлично. Я продал сразу три газели. Потом продажа остановилась. Продажа прям остановилась. И я еду вокруг Есентая, а у меня был 16-килограммовый арбуз всегда. Он всегда, я его держал прям для жирного клиента какого-то, знаешь, и гороженец. Да, 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 да. И смотрю этот, Алибеков, короче, белый Rolls-Royce. Подрезал? Нет, нет. Презался в него? Вот именно, он такой, паркует его, я подбегаю к нему вот так вот прям. Ты его не знал? Нет, я тогда, ну знал, все его знали? Ну не прям так, да. Я ему так вот так арбуз даю, вот так 16 км. Брат, возьми, короче. Он такой, окей, спасибо, брат, спасибо. Я говорю, блин, сториз нужен. он так на меня смотрит, говорит, нет, сториз нет, деньги, ты заплачу, я говорю, мне деньги не нужны. И я смотрю, он не так, не так, я ему такой говорю, казахов надо поддерживать. Он так просто, казахов надо поддерживать. Что первое было. Казахов надо поддерживать. И он такой, ладно, я этот, я говорю, все, все, брат, я сториз жду, короче. Вот так я уже в машину сел, уехал, и прям остановился и в дайрект ему прям со своего вот это, где аккаунт арбузов, прям туда ему пишу, короче. Брат, это я, который только что тебе дал арбуз, короче, вот так вот, прям до упора, до упора. Тишина. Просто тишина. И на следующий день уже продаж нету, мы с женой едем. Блин, Мадина, реально, Мадине памятник. Мы едем с супругой и телефон просто без остановки. Все звонят. И они начали так звонить, что я офигел просто. Телефон разрывался. Он закинул, да, старец? И я говорю, от кого вы? Он говорит, от Алибекова. И мы заходим туда, и он написал, друзья, прям надо поддержать. И что вы понимали, мы просто четыре где-то газели все оставили это в Есентайе. Есентай, Есентай-Сити, Есентай, Есентай-Сити. То есть люди покупали там по 10 арбузов, прям по 10. Это было вау. Потом было даже такое, прикол такой был, во время коронавируса, я когда, ну, сам относил, там по 5, по 6 арбузов, стою, и там бабушка такая начинает разговаривать, там, ой, как дела у тебя туда-сюда? И она потом в какой-то момент говорит, ой, сынок, извини, все-все, иди-иди. А мы с ней уже 20 минут где-то общаемся, 20-10 минут общаемся, наверное. И она говорит, извини, я же коронавирусом болею. Я говорю, ё-моё! Забыла. просто не зная, куда мы едем. Едем в Астану, доезжаем до Караганды, до твоей Караганды, и я понимаю, что, а он меня верит, говорит, брат, а что, как будем продавать? Я говорю, не переживай, а я на эмоции, короче, не переживай, все нормально будет. Да-да-да, все будет, все будет. А у меня вот так, сперва я включаюсь, а потом уже думаю, короче. По факту решим, что делать. Да, и в Караганде я понимаю, что ни хрена я не понимаю, что будет делать, ну, что будет дальше. И я, короче, во всем же кашкам мы же здесь возили, и у меня остались контакты, очень много, там 100-200 контактов. И я прям каждому пишу письмо. Говорю, здравствуйте, я вот тот Тельман, который вам привозил там арбузы, я сейчас загрузил 3,5 тонны яблок, вот стою на Караганде, до Астаны осталось не так много времени. Вот, если у вас есть в Астане родственники или еще кто-то, пожалуйста, вы не могли бы отправить это сообщение и дать мой номер телефона? И что, вы понимали, я с Караганды пока до Астаны ехал, я весь газель продал. Ты представляешь, я всю газель продал, всю газель. Мы приезжаем, там, вот как раз ты же говоришь про девушку, женщина, она подъезжает такая, сперва она там что-то ругалась, и она подъехала на такой маленьком мерседесике и такая говорит, за мной езжайте. Ладно, хорошо, мы за ней едем и мы заезжаем в какой-то там частный сектор. у нее охрана выбегает, а у нее там уже стоят рейнджики, там вот это все, и мы идем туда. Я такой, прикольно, а мой друг, он такой, знаешь, богатых любит, прям реально, он реально любит таких. Он такой, наутотеку, что такое, туда-туда. Он наконец-то разговаривает, все, все. И, короче, она такая, давай 30 ящиков сразу выгружай, это 300 килограмм. Я такой, вы серьезно? Она говорит, да-да-да-да, давай-давай-давай. Быстрей. Быстрей. И мы 30 ящиков на месте. И потом, когда мы уже привезли вторую газель, я уже, ну, я же наглый парень, я ей звоню, говорю, что-то у нас, говорю, продаж нет. Она говорит, сейчас подожди. И она там через своих знакомых мы там все продали почти. Чаты позакидывали. И потом я приезжаю, что вы понимали, когда продаж не было, мы прям стояли, где Казакмыс, Самрук, в это, Казатомпром, прям газель вот так открывали. И во время, когда все сотрудники в 6 часов выходили вечера, я прям вот так вот продавал. Друзья, покупайте, покупайте. Вот, то есть мы прям вот реально были включенные. Потом какой-то момент, и вот Адиль Тазбулатов, я его встретил, и он говорит, слушай, а что ты моем ЖК не продаешь? А у него там коттеджный городок, Family Village такой есть. Да. И я такой, ну, давай. Он говорит, короче, около какого-то генератора, он супруге позвонил, Санек, им вообще огромное спасибо. Говорит, вот поставишь около генератора газель, там стой, приедут люди. Он был нереально уверен. А у меня как раз оставалось там полторы тонны, этот, яблок. Я говорю, хорошо, хорошо, приезжаем туда, стоим у этого генератора, минут 20-30, никого нет. Я такой думаю, Хаким, короче, давай, сворачиваемся. и какой-то момент просто лангкрузеры подъезжают, машины подъезжают, 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 и мы все продали там же за два часа. Полторы тонны яблок мы продали за два часа. Нет, нетворкинг сильно пользуешься. Я пользуюсь, но не так сильно. Не-не, я очень сильно пользуюсь. 99% использую. я полностью использую нетворкинг. И хочу сказать, что мы до декабря месяца мы продали 50 тонн яблок. Я там заработал первоначальные деньги на нашу первую квартиру. И за счет нетворкинга, за счет вот благодарности там Алишеру Еликбаеву, он меня свел с Динары Саджан. Динара Саджан, это вообще у нее Астана реально, это ее аудитория огромная. И она когда меня Алишер с ней свел, я принес там 4 коробки яблок, мы с ней, и она очень супер добрый человек, я ее очень сильно уважаю. И она мне говорит, заходи, садись, прям садись домой, представляешь? Я такой сел на кухню, и она говорит, что сколько есть яблок? Я говорю, 20 тонн. Она говорит, да, сейчас за 4 дня продашь. Я такой, нет, 20 тонн невозможно вообще продать за 4 дня. Реально невозможно. И в какой-то момент она выставляет сториз, начинает говорить, и мы реально продали за 4 дня. То есть, это вот так вот работает. Ну, ты молодец. Я вообще никого не дергаю, если честно. Я стесняюсь, что-то... Да, я вот хотел сказать, Игорь, как будто бы ты стесняешься, да, попросить там, например, Я вообще клиентов и кого-то вообще не о чем не прошу никогда. У меня контакты там, ну, очень крутых людей много. Я никогда не обращаюсь. Я даже знаю, что... Теперь смотри, бро, вот ты не обращаешься, потому что ты боишься, что они скажут нет. В основном. Мне кажется, неудобным. Мне кажется, дискомфорт достал. Вот, 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 видишь? А на самом деле, если бы вот сейчас, вот почему я вот многим людям говорю, смотрите, сейчас быстрая рыба ест всех. Раньше большая рыба ела всех, сейчас быстрая рыба. Почему? Если вы сейчас будете включать скорость и пользоваться своими контактами, говорить, просить об этом, это нормально. Сейчас, понимаешь, все так быстро все движется, что надо просто пользоваться, пользоваться контактами, пользоваться знакомыми. Почему нет? Ты же не просто, как бы, только с них берешь, ты же тоже им дашь. Самое главное здесь не нарушать обмен. И вот это важно. Я, вот сколько у меня контактов есть, я всегда пользуюсь. Ну, то есть, не просто людьми, а вот пользуюсь так, чтобы было win-win. Допустим, чтобы он заработал, я заработал, и даже завтра ему что-то, если нужно, я ему 100% помогу. Я реально, не обращаюсь вообще. Я очень редко, мне даже, когда говорят, звони, потом говорят, тебе надо, брат, тебе помочь, вот так мне. Я говорю, да нет, я сам справлюсь. Короче, сейчас мы приедем. Вот так. Представьте, многие люди вот с таким стеснением, они свой вопрос решают полгода. Да, бывает, можно за пять минут. А можно решить за минуту. За минуту, понимаешь, за минуту. Поэтому, я на тебя насмотрелся, я вряд ли буду как ты, но чуть-чуть ускорюсь. Молодец, молодец. Чуть ускорюсь, процент не забудь. Бизнес. Как начинал бизнес? Страшно, не страшно? Ну, как, для кого-то, он же видел, вот недавно, три-четыре дня, у него был стори-теллинг, где он был бомжом, короче. Что я? Не-не, где он был бродяга, как он начинал. На самом деле, сейчас многие ребята там рассказывают, вот я оттуда пришел, я выжил, я это. На самом деле, мы все это прошли. Мы все выживали. Мы все выживали. Да, мы все выживали. И мне очень было интересно смотреть Ильяса стори-теллинг, где он там, как он начинал, как вообще. Очень круто. Мне кажется, это нужно все добавить и в рилл закидывать. Это прям вау, выстрелит. Спасибо. Ты во сколько начал? В семнадцать, в шестнадцать? Нет, в тринадцать лет я начал работать. Я очень рано начал работать, в тринадцать лет. Это не потому, что у меня там не было денег и нам нечего было есть. Нет. У меня была нормальная семья. Мажор, да? Папа зарабатывал. Хелли Бейли все делал. Нет, просто нормально. Папа в одно время прям очень хорошо зарабатывал. Ну, мы жили в Майкудуке, там у него была машина. С 2006 года это считалось вообще прям круто-круто. Начал работать на мойке чуть-чуть и потом потихонечку я зашел в автосферу, ой, в автосферу, в кальяны. И в кальянах я ушел. Я работал в четырнадцать, пятнадцать лет в клубе. То есть всем говорил двадцать два, двадцать три. У меня истории бывали. Три-четыре года назад я людей встречал, с кем я работал. Они говорят, тебе сколько лет сейчас? Я там говорю, двадцать три. Он говорит, как двадцать три? Тебе же десять лет назад было. Двадцать три. Но нам не было тринадцать. И все, и именно тема кальянов, тема ресторанов мне очень помогла по жизни. Я вот сейчас, когда делал стори-теллинг, отследил этот момент, что именно вот коммуникацию с людьми, как я разговариваю, как я себя чувствую, потому что мы же с людьми работали. И ко мне приходили не только покурить хороший кальян, а ко мне приходили просто поговорить. То есть я мог сесть. Сехол, короче. Я был молодой. У меня же тоже массаж с такой же темы. И в клубах. Я, например, когда работал, ну там вообще отдельная история, там выживание и охранники. То есть там же своя экосистема. Ты молодой, там охранники, бармены, клиенты, которые не платят. Тебе родители что говорили, когда ты шатался по клубам? Очень было тяжело, ну договариваться. Я еще учился же, плохо учился всегда. Я хотел спросить про образование. Один с классов. Еле как. Еле как, один с классов и все. У тебя нет, да, высшего образования? У меня тоже нет высшего образования. Прикольно. Я даже не пошел. У меня на нас троих. Ну он, три он купил, а один отучился. Сейчас эго там вот так. Смотри, телефон уже идет. Так, сейчас я вам покажу, как я учился. Выключите камеры. Ну вообще классно было время. Я работал в Балхаше, у меня были свои кальяны. То есть, вот эта система, в которой ты работаешь, когда много людей, ты со всеми общаешься, решаешь какие-то вопросы, ругаешься, кому-то не нравишься. Это очень сильно помогает потом. Если ты вот ничего не делаешь, то и потом ничего не будет. На самом деле, вот многие люди, интроверты, я им вообще рекомендую либо брать в компанию экстраверта, чтобы он там многие дела бы не мешал, либо прям самим идти, больше знакомиться, больше общаться. и тогда на опыте вы потом будете супер, знаете, супер не то, что классным нетворкером, а вот вы будете считывать людей. Обманывает он вас, не обманывает, говорит он правду, искренен он, не искренен. Вы это будете считывать пять секунд. Неудобный вопрос еще. Нехватку образования когда-нибудь чувствовал? Конечно. Сейчас чувствую. Сейчас чувствую. Потому что я вчера очень ворил сидел. Ну, в смысле, как мы... Я чувствую. Я, например, капец как чувствую. В чем чувствуешь? Чего не хватает? Ну, во-первых, мне не хватает саларного запаса. Я еще не могу читать. Что значит не могу читать? В смысле, я умею читать. Не умеет он читать, бред. Я когда сажусь... По слогам. Я когда сажусь читать, мне очень сложно сидеть и это делать там хотя бы 30 минут. Травка зеленеет. Пять-десять минут могу, но вот именно выбрать книжку, я там, знаешь, прочитал там две-три книги в своей жизни. Сложно читать, а мне сложно составлять какие-то диалоги именно письменные. У меня нет английского. Я сейчас начинаю учить его потихонечку. Ну, в целом нормально. И при этом тебе сейчас 26. 26. Теперь смотри, а человек теперь с высшим образованием заканчивает 21, и за 4 года он достигнет того, чего у тебя за 5? Не знаю. Нет. Не знаю. Ну, я всегда знаю. Давай вот, знаешь, вот я тоже учился, да, в Уральске. Я за 9 классов поменял 12 школ, что ты понимал. Ты вообще не учился, Ты там две четверти знакомишься, а потом только бился там. Я когда с ним познакомился, он там, знаешь, такой, мы же вот на мастер-майде с ним познакомились тоже, я же не знал. В августе? Никого. Да. И я с ним познакомился, и там все ему, Тельман, твое все, я смотрю, он двигается, а я-то разбираюсь, я на его руки посмотрю, на кого-то ушки. Я говорю, а ты пробка, да? Вот, да нет, нет. Я говорю, боксер, да, или барин? Он, ну да, вообще, боксер я. Конечно, он бился там 12 лет, 11 лет, и сколько, 12 школ? Да, 12 школ. Только драки заканчивались, в другую школу ушел, да? Так развивался нетворкер. Так и развивался нетворкер. Ну, что вы понимали, уже в конце, уже, что вы понимали, я не в городе учился, а в поселках, у каких-то знакомых, представляешь, жил. Это вообще жесть, брат. И, я же вот, очень с многими общался, и вот сейчас, мне там говорят, давай там, встреча выпускников, что-то такое, а у меня, да фига школа, я даже не знаю, в какую школу идти, на эту встречу выпускников, вот реально. И прикольно в том, что, ну, я сейчас не хвалюсь, но у меня нету высшего образования, но у меня зато два средних образования. То есть, я одновременно закончил, я приехал в Алматы, 11 класс, короче, я ехал через Чимкент, я в Чимкент пошел учиться, в казахскую школу, там закончил, не закончил, уехал, там поговорил с директором, говорю, вот такая-такая ситуация, мне надо, мне надо, короче, дальше ехать, работать. Приезжаю в вечернюю школу Алматинскую, 45-ю, захожу туда, говорю, вот, извините, мне надо учиться. Они говорят, все, давай заходи. Я получаю аттестат Алматинского и еще Чимкентского. И у меня два аттестата. И мне сейчас, вот недавно, кстати, мне документы отправили, и там второй аттестат. Я вообще в шоке был. Я в шоке был. Но хочу сказать, что вот почему ты говоришь, почему он, да, вот так вот, потому что он умел общаться с людьми. И для него, вот эти проблемы, которые сейчас для, допустим, для отличника, для системного человека, для него это вот ты, да, четыре образования. Я не хочу сказать, что ты хуже или лучше, но для тебя что-то, это стеснение. А для нас, мы, понимаешь, для нас наоборот, не попросить это уже стеснение, понимаешь? Я раньше, ну, когда перебью тебя, были вот проблемы в бизнесе, да, но я не сейчас, сейчас даже не проблемы, сейчас задача, а были прям проблемы. А раньше были прям проблемы и постоянно нужны деньги. Ну, то есть, что-то купить, чтобы что-то продать, закрыть аренду, кассовый разрыв, и я раньше не мог попросить. Мне было прям тяжело. А потом, когда я начал просить и понял, что в целом, если тебе откажут, в этом нет ничего плохого. Вообще нет ничего плохого. И ты знаешь, вот он же говорит, мы сейчас, мы не просим даже. Мы знаешь, что-нибудь говорим? Поддержка. Это по-другому. Я так не говорю. Вот я, я говорю, поддержи. Поддержи. Дай 20 кубаксов, поддержи. Не-не-не, я ему платил. Я говорю всегда, поддерживайте молодых бизнесменов. Да, поддержка, поддержка, поддержка. Мало и среднего бизнеса. Когда ты думаешь, помоги, брат, там это не работает. сразу что думать, вертяк у тебя какой-то. Да, все, инфо-цыган. Но вы компенсируете же образование чем-то? Вы же учитесь везде в мастер-майдах, в шоу, подкасты. Мне кажется, мои отличники сейчас так не учатся, как я сейчас учусь. Я вообще не жалею, что я не учился. Потому что, например, сейчас зато я понимаю, что мне конкретно нужно. Я понимаю, что мне нужен английский очень срочно. Прямо срочно. И мне нужно что-то системное. То есть, например, системный маркетинг, чтобы я понимал, как он строится, систему. Не так, что я так, Рилл слетел. Там, да, кажется, это хорошо. В целом, сейчас, когда я прохожу какие-то обучения по бизнесу, я понимаю, что я двигался правильно. Ну, просто интуитивно. Просто интуитивно. Ты понял, как мы друг друга нашли? Я не понял, как мы друг друга нашли. Я имею в виду, что мы дружим. Он тоже, видишь, у него нет высшего образования. Нет, это же не от этого. Нет, но все равно. Потому что я очень много видел людей, которые с высшим образованием и не сильно успешны, и не сильно умны, если честно. а есть у меня кейсы, когда человек с образованием еще и успешны. Вообще комбо. Нет, если честно, просто, на самом деле, тогда просто, ну, наши родители вырастили меня так, как надо, да, ну, имеется в виду, как могли, да. Максимально. Да, максимально. Ну, я мечтал поступить там в колледж классный, где там, знаешь, стоит там в год 90 тысяч тенге, а это огромные деньги, там, в 2005 году или в 2006 году. Я знаю, отчего. Своих детей ты куда отправишь учиться? Я точно отправлю в Гарвард. Имеется в виду, мои дети будут учиться в лучших школах. Вот я очень сильно сожалею только о том, что у меня не было вот этих студенческих годов в жизни вот этой, когда ты живешь в общаге. У меня вот этого не было, мне вот очень хотелось бы прожить эту жизнь. Ты знаешь, ко мне парень приходит на сессию, это лет 5, наверное, назад еще, ему 22 года. И тогда вот это бизнес-молодость, вот это все. Да, да, да. И он один из адептов бизнес-молодости, он туда залез там, не знаю там. И он так приходит, он учился тогда на третьем курсе, что ли, в университете. И он, а нет, он закончил университет и год работал уже. И он вот так сидит, я, говорит, столько времени просрал в универе. Я на него, в смысле просрал? Он, говорит, ты человек, который с образованием, да? Да, да. И он, я, говорит, что значит? Он такой, я вот за год, я вот сейчас за год открыл компанию, и за год, я сейчас в месяц зарабатываю 2 миллиона тенге. Если бы я 4 года работал и не учился, я бы сейчас миллионером уже был. Да, кстати, время, время. Не всегда это правильно. Ну, не всегда, да. Не всегда правильно. И не на всех работают. Не знаешь, что не будешь учиться сейчас Смотря как ты будешь работать, эффективно, неэффективно, да? И как учиться еще будешь, тоже непонятно. Мне нравилось в школе, я договаривался, капец, с учителями прям. Ну, это стабильность. Вот смотри, мы в школе, вот с ним, да, вот примерно, я сейчас понимаю его, а мы раньше в школе, себя все равно, вот, допустим, отличников, мы их защищали, я всегда общался, я вообще в классе, я со всеми общался, я вот даже где-то отличников защищал, вот у меня сейчас отличник-друг был, у него сейчас три ресторана в Самаре. Сначала объясни, зачем отличников защищать? Я за справедливость. чтобы они, ну, они мне там домашку помогали, реально, как есть. А что, чтобы ты говоришь? Нет, от кого их защищать надо? А? От кого? Да, от наших там одноклассников, они постоянно их там, типа, обижали, и я просто не хочу из материться, но обижали, да, но я им говорю, слушай, давай, ты мне сделай, а этот тебя бить не будет. А этот тебя бить не будет. Защищали, я их защищал, пользовался людьми, друг отличник у него. Ну, было очень круто, на самом деле, ну, то есть, и я сейчас понимаю, что, вот, я даже этих отличников вот видел, блин, классные ребята, мы прямо дружим с ними, очень круто, и сейчас даже мы вот, допустим, в компанию нам кто-то нужен же, мы, я сто процентов вижу, что Ильяс там видит это, он берет лучше, умнее себя, ну, сто процентов. Сто процентов. Я тоже так же. Ну, то есть, я уже знаю, потому что знаю, какие были отличники, и сейчас понимаю, что, блин, это был, там, у меня жена, вот, она отличница, вообще супер отличница, и вот она моя супруга, вот, ну, она, она очень крутая, идейная, умная, и я сейчас понимаю, что я всегда, вот, даже в школе, я всегда, оказывается, вот, именно с такими ребятами, все равно дружил, общался, и мне было очень комфортно. А у тебя, у тебя-то жизненный опыт намного больше, чем у нас? У тебя примеры есть такие, что человек, например, плохо учился, и стал, там, каким-то, да, сто процентов есть, и какое соотношение? Ну, вообще, предпринимательская жилка, чаще всего у троечников, там, или там, вот, что-то таких, около плавающих, там, всегда по лезвию, ходят, которого Сашков выгоняют, допустим, потому что они приспосабливаются чаще, да, но сегодняшний мир современный, вот, то, что я сейчас наблюдаю, тенденции, мир принадлежит очкарикам, то есть, в том плане, что сейчас время отличников пришло, да, потому что любой бизнес сегодня финтехом становится, если ты не становишься финтехом, тебе нет просто, все, мы тоже будем финтехами, вот про это я и говорил изначально, что, если в бизнесе нет денег, то да, я, ну, не спорю, есть какие-то психологические, но, я отношусь больше, ну, то есть, вот, конкретно на своем примере, да, у меня было тысячу, там, причин, я думал, вот это не то, вот это не то, может что-то, оказывается, просто там я неправильно считал, оказывается, нужны были другие поставщики, оказывается, просто нужно было, посчитать и понять, что у меня там в месяц магнитофонов 10 браков, и там вот он у меня кассовый разрыв 5 миллионов, значит, не надо покупать этот магнитофон, искать других поставщиков, я, я вот такие, когда слушаю, вот, есть вот такие, я думаю, блин, иногда же дешевле было за образование заплатить иногда, да, но, видишь, но проблема в том, что опыта нет в образовании, нет, нет, ты знаешь, но ты сам не делаешь, ты, потому что вот делание, оно совершенно другая психологическая нагрузка, совершенно другое, да, 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 ситуации бывают такие накаленные, а ты знаешь, нам не надо нравиться, вот так вот, быть такой в жопе, ну, типа, я не знаю, я не хочу, не, не то, скажи, 100%, если у нас все прекрасно, все вот как надо, значит, что-то не то у нас, нам надо по-любому вертяк какой-то нужен, скажи же, Леон, 100%, прям 100%, не, я в таком состоянии работал, я был, если хочешь, мы тебя задаем в это состояние, да, тяжеловато, нет, я был, подожди, я сейчас еще восстанавливаюсь, пока рано мне, ну, мне кажется, просто вот эти качели, они же постоянно, я просто не знаю тех людей, у кого все вот ровно, стабильно, я знаю их, но у них как-то все скучно, у меня капец, я в Корее, Китай, денег нет, есть деньги, чуть порадовался, опять нету, е-мое, в Караганде, в Алма-Ате, в Чемкенте, в Москве, драйвит, да, драйвит, да, только бывает, конечно, такое, что ты уже эмоционально, физически просто, вот у меня, все равно ты знаешь, что ты сильный, это 26 лет, это, у меня бывает такое, ну, сейчас уже меньше стало, но раньше, вот там, 3-4 месяца назад, да, давно, полгода назад, я мог работать, 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 там вот эти вертики решать, но потом меня рубило, и я мог 2-3 дня из дома вообще не выходить, телефон вообще не брать, у меня, мне звонят, у меня есть какие-то дела, я не могу дома слить, я все вот так, под одеялом, к слову, карантин, я тоже еле как его пережил, во-первых, я 4 раза переболел, и я, прикинь, улетаю в октаву, в комбинировку, карантину так открыли, я вот так парфюм беру, так брызгаю, я жене говорю, что-то я не чувствую, она говорит, значит, это твой парфюм, она что-то там, она что-то зачесала, ну да, ладно, в самолете лечу, и меня морозит, а мне еще этот апгрейс сделали в бизнес-класс, короче, я вот, я лечу, там же кресло такое, лежишь, и меня вот так трясет, что такое, от бизнеса, может, ем, короче, прикинь, этот, ем, этот, не чувствую, ну, думаю, ну, наверное, там что-то это, и в октаву уже прилетел, меня организатор встретил, положил этот, спать, я лег, и я мерзну, я ей звонил, слушай, говорю, одеяло возьми, где здесь одеяло, что-то мне холодно, и она, сейчас, сейчас, потом позвонила, возьми одеяло, и она вечером приезжает на ужин, дверь открывает, а, понятно, я, что понятно, сейчас, она звонит, там, вот, вот этот, вот врачу, такие симптомы, и он так, и она говорит, вот он отправил ответ, короче, в больницу не вези, в больнице сдохнет, я, я тебе сейчас протокол лечения скину, и лечи его так, в больницу не надо везти, прикинь, я на нее, в смысле, сдохнет, она говорит, сейчас, она давай лекарства, короче, и вот она за 5 дней меня подняла, офигеть, за 5 дней, у меня окситоциновый шторм, вот этот, знаешь, тебя швыряет просто, я, мне вот цифтереакцион, она вот так вколет, и он раз, меня отпускает, через 10 часов начинается, я говорю, ставь, она говорит, рано, я вот 2 часа меня трясет, она у меня еще, еще один, и вот так за 5 дней, и этот, и улетел потом из октау, но они никого не боятся, в октау, там, я говорю, у меня ковид, они говорят, что тренинга не будет, какой тренинг, вы гоните, ну выйди проведи хоть что-нибудь, а у меня физически, я не могу, прикинь, и парень приходит, этот такой, я говорю, что ты этот, а где жена, а у нее ковид, а ты что приперся тогда, да, многие люди же вообще серьезно к этому не относились, я тоже не относился к этому, в Уральске, полный карьер, там все купаются, плавают, а мне друг звонит, говорит, ты что, вот похоронили там того, 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 это западный Казахстан, ну нет, Уральск любви, в октаву тоже, и к слову о бизнесменах, там у меня в октаву, там женщина, тоже на это пришла, и она говорит, я говорю, блин, карантин, что делать, деньги, там денег нет, она говорит, Игорь, ты не понимаешь, карантин, а, как, коронавирус, у тебя какой бизнес, она памятники фигачит, я уже третий вагон, черного мрамора завошел, говорит, ну у нее до этого был опыт, ну у меня жена, Маша, в карантин, знаешь, что делала, тоже, цветы, похоронные, прощальные, вот эти венки, и она на цветах столько бабла подняла, я сидел дома, коврики крутил, вот эти 3D, которые кожаные, ставил крепления, фотографии, у меня до сих пор есть фотографии, где я на ковре фоткал их, я отправлял людям, ездил на установки, а она продавала цветы, ездила, похороны, то есть весь этот движник. Это предпринимательская вот эта штука, это вообще пофиг, где что. Да, да, арбуз в красной зоне, ты что ем? Я, ну я тоже этот, в карантинный тренинг. А я еще им, знаешь, говорил, арбуз будете есть, быстро почки промоют, там коронавирус пройдет, короче, вот так, типа, я не как-то, а с имбирем ты это запустил? А? Чеснок, имбирь ты тоже, не дошел до этого, да? Классно, спасибо, Игорь, что нас позвал. Да, а ты что делал на коронавирус? Я делал, знаешь, я же привык работать постоянно, я привык постоянно работать, и когда, вот, чтобы вы понимали, я работал 14-16 часов в день до этого, до 20-го года, и когда карантин ввели, у нас уже, слава богу, трехкомнатная квартира была, я запустил проект такой, в инстаграме, бегемотики назвал его, чтобы похудеть, и я делал зарядку, короче, из кроссфита, 40 минут, каждый день, 40 дней подряд, со мной люди худели, там капец, потом я делал 5-6 разборов ежедневно, в течение 40 дней, в прямом эфире, и выкладывал это в ютуб, короче, в инстаграм, везде вот оставлял, и они до сих пор там, в ютубе толпа там, что только не вытаскивал, и оказывается, западный Казахстан меня очень сильно смотрел, не весь Казахстан, именно почему-то запад смотрел. Почему ты тогда оттуда не ушел в инфо? Если ты запускал курсы уже тогда. Я давно же уже на рынке, это просто потом молодые появились, и они все с собой заполнили, и все, и я просто, ну, отошел, чтобы не мешаться. Нет, с вашими, ну, стеснение было. Они молодые, я был не готов вкладывать столько денег в маркетинг, сколько стали впуливать туда. То есть, если раньше это было, ну, копейки стоило, сегодня там 5-10 миллионов в месяц. Сейчас конкретно вкладывать надо. Ты вкладываешь деньги? Конечно, я в свой инстаграм, вчера только мне Ренан говорит, сегодня у нас инстаграм, типа, 40 тысяч деньги съел, мы там разыграли, тому 5 тысяч дали, тому 10, это просто один день. Плюс еще таргет, плюс рюсы, плюс подкаст. Я бы не пришел, если это платно было. Я вот 6 этих, 6 часов вел этот разбор, вот, и потом, когда карантин закончился, приезжаю в Актау, и меня все знают, все здороваются на улице. В Актюбинск прилетаю, в Актюбинске все здороваются. Мы все смотрели. Я говорю, кто смотрел? А я, ты что в Алма-Ате сидишь, ты же не понимаешь? А именно почему-то западный Казахстан прям разлетелось это все, и они как сериал смотрели. Я каждый день в эфир, каждый день. У меня охваты бешеные тогда были. Круто, круто. У меня охваты, по тем временам, вот, охваты на прямых эфирах до 7 миллионов человек, что-то доходили. Короче, что-то много прям было. Я когда охваты смотрел, думаю, что случилось? А потом, когда всех отпустили, все на работу пошли, все, кончилось. 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 Поэтому разных было. Много таких вещей. А потом, когда, потом, после коронавируса у меня свои пошли, такие колбасни со здоровьем, это вот 42 года мне стало, и мне жестко, я почему всем говорю, ну, кому 38, 37 лет, остановитесь. Потому что, не пошить и так сильно. потому что по здоровью бить начинает жестко потом. То есть, если ты вовремя здоровье не подхватываешь, 42 просто жестко накрывает. Там, выходит у женщины кисти, миомы, там, вот эта фигня. У мужчин, там, этот, а? 40, это много. Да, да. Сколько? 14 лет еще. Тебе еще пахать и пахать. Я 6 лет, все. И потом, вот этот, либидо падает у мужиков, прям, ну, то есть, у нас, у мужчин по либидо сразу понятно. все как воткнулось, я вот уже сколько, третий год, вот я потихоньку, потихоньку себя восстанавливаю, поэтому сейчас обливаюсь холодной водой утром, вечером обязательно. Фридайвинг, я вот жестко, я всем прям сейчас пропагандирую занятие фридайвинга, потому что любые целительские практики, какие-то другие практики, йоги, они приводят к тому, чтобы доставить кислород к клетке. Фридайвинг это что такое? Фридайвинг это ныряние на задержке дыхания, да. То есть, и оказывается углекислота сжигает все вирусы, там папилломы, вот эта вся фигня. И то есть, и еще вес уходит, вообще жир горит. Я вообще не понял эту метафизику, все пока не изучал, но точно я понимаю, от холодной воды уходит кортизол, тратится он стресс, а от углекислоты повышается иммунитет, что ли, ну в разумных проблемах. А ты знаешь, за что я холодной водой очень сильно увлекаюсь? Я не знаю. Не знаю? Нет. Я сидел в холодной воде. В ванной с солью? Нет. Что с этим сольдом? Ну, холодная была вода, два градуса, два-три. Мы сидели на, не горельник, а алмарасан. Мы просидели 10 минут. Ты гонишь? Да. У меня даже есть видео, это Сереге большое, спасибо, чико-чико. Он меня на это подвинул, и мы просидели 10 минут. Я на каждый, каждый день обливаюсь, это обязательно. Хожу на горельник, мы сидим там по 2-3 минуты, но десятка, это было вообще фантастически для меня. То есть, ощущения были, я в машине прям кричал. Вот после того, как я вышел, уже оделся, прошло полчаса, я прям орал в машине. Орал не от того, что мне было плохо, а от того, что мне было хорошо, и эмоции были, знаешь, я как будто бы куда-то в космос улетел. 10 минут холодного вода. Это 2 городца, это где мы с тобой сидели в проруби. О, кстати, я его в баню же повел в Уральске. Я капец баню хочу построить. Нет. Я же банщик еще раз. Ты расскажи про баню. Короче, он говорит, в Уральске баня там этот, и приводит. Это который на озере, да? Там Турлан парень, да? Да, да, классный пацан. Он, короче, парень, я так понял, что у него это полухобби, это не бизнес. Чтобы ты понимал, мы приехали, он говорит, вы пока переодевайтесь, я пока спущусь, и он спускается, идет, ныряет, короче. Сразу просто. Вот так, дым-дым-дым, и туда, короче. Кайф. Игорь смотрит, не поймет, говорит, он что, нырять пошел? Я говорю, да. И потом, расскажи. И он такой, я говорю, в смысле, и он выходит, я говорю, не холодно? Мол, сейчас ты тоже будешь, я думаю, да, пошел. Ну, про себя так. А я сам баню люблю. И он потом попарил, что-то это там, и он так закрыл, 20 минут не выходить. И мы 20 минут сидим, короче. В бане? В бане. Я говорю, ну, как бы, ну, жарко, он такой, дверь вот так открывает. Подышите. Подышите. И он раз, опять дверь закрыл. В какой-то момент, говорит, все, пойдем. И мы идем, и я за ним иду, ну, куда я пуюсь? что еще за фигня? Но я же уже видел, что он там был. И я думаю, ну, может быть. И я уже фридайвинг, там, обливаюсь уже. Уже есть понимание, Уже есть понимание, что делать. Тельман потом, ты первый зашел. Я еще Тельмана посмотрел, да? Думаю, Тельман залез. Это где ты вот сидел вот так возле этого? Да, да. На лестнице? И у меня же еще это тоже, я тебе говорю, фалометрия же это. Я думаю, Тельман смог, я тоже, мне надо залезть, типа этот. И он такой еще, потихоньку заходи, я потихоньку залазил, вот так, вот так, вот так. И я уже, хочу выйти. А он, Турлану так руку положил на плечо, расслабься. И держит, я хочу выйти, и он вот так, расслабься. Да, очень важно. И ты такой раз, расслабляешься, сползаешь вот так, и в какой-то момент, вот эта деконцентрация, то, чему учат на фридайминге, я думаю, ну уже выбора нету. И я вот, как бы отстраняешься вот так, и ушел все. И потом в какой-то момент стали икры сводить сильно. И я все, я начинаю выходить, он такой, тогда не торопись. Я медленно-медленно вышел, икры сводят, пальцы вот так. И он, и ты хочешь икры помассировать, он тебя поднимает, вот так вот, Турлан мне поднимает, смотри на природу. Я вот так глаза открываю, и все, и улетел. Промедитация, вот просто тишина такая. Потом я постоял, подышал, я чувствую, ноги отпускают, пальцы все, он садит потом на скамейку, и ты еще секунд, наверное, минут 20 мы сидели, да? На скамейку садишься, холод там, минус 20 там с лишним. Ты сидишь, от тебя пар идет, и вообще кайф. Потом второй раз он тебя заводит, включает музыку, ты опять медитируешь, короче, что-то там туда-сюда, потом уже парит, и опять. И потом уже третий раз на полку ложишься, и все, и он тебе медитацию ставит, и ты там шелетаешь. Я здесь, у меня ребята увидели, здесь алматинские, и мы вот недавно ездили в садские бани, и они уже все, уже никто не прыгал. Они такие, все, уже раз потихоньку. Тут главное спокойствие. Да, я им показал, короче, и все, запронируй шаманскую, пойдем сходим. Вот шаманскую. На понедельник можно. Хорошо. Договоримся, да. Ну, бани я все люблю, любые бани. Я очень сильно хочу построить баню. У меня сейчас есть такой пилотный проект, мы сейчас начали разрабатывать. Есть хорошая земля, потихоньку вот начали. Именно концепт, я хочу сделать такой, чтобы это было не просто прям баня, знаешь, чтобы ты пришел, тебя отпарили, капецы там в воде, а чтобы ты мог с семьей прийти, чтобы мог с женой, с детьми, и чтобы культуру бани прям пропагандировать и говорить о том, что для чего баня, откуда она пришла, что нужно делать, как обливаться. Там есть всякие качели, сено, ну, то есть штук, которые могут тебя унести именно вот в это состояние, которым ты пребывал после холодной воды и сидел на вот этой штуке. Их очень много, комбинаций. Да, да, да. Очень много. Ну, я люблю. Будем ходить тогда. Обязательно. Я даже Инстаграм создавать не буду. Ты на свои в чат закинешь, там все наши пойдут. Ребята. Что еще? Завершим? Пиздим. Уже дальше ехали. Да, да. Ну что, хочу сказать, развивайте нетворкинг. Приходите в БГТ, пожалуйста, машина покупка-продажа. И к телесному психологу. Нет, классно, Игорь. Хорошо разогнали. Спасибо. Еще с нашего бизнес-клуба, с Мастер Майда, я еще ребят буду звать, будем знакомиться с бизнесом, с людьми, с какими проблемами они там сталкиваются, с какими трудностями психологическими, такими своими внутренними. Еще важно, как семья реагирует на построение бизнеса. Блин, это уже другая тема. Да, потому что семья очень важна, потому что если ты с семьей не договорился, что ты уходишь на войну, то у тебя и войны не получится, и семьи не будет, да? То есть очень важно договариваться с семьей, и потом уже выстраивать бизнес. Да. товарищ, давай еще минут 20 пообщаться. Да, друзья, всем рекомендую прийти на подкаст Игоря, именно вот наших мастер-майн, ребят, мне кажется, вот Даниара надо многих ребят прям позвать и разогнать эту тему. На самом деле, то, что делает Игорь, это очень круто. Я сам видел это на практике и реально всем рекомендую. Ильяс об этом не может сказать, потому что он не был. Потому что я очкою. Да, да, и поэтому, мне кажется, после подкаста ему точно надо идти к Игорю. Поэтому как-то так. Спасибо тебе, брат. Спасибо. Спасибо. Спасибо тоже.